Друзья, всем большой привет! Сегодня я наконец-то снимаю видео и хочу рассказать вам о вещах для дома. О покупках для дома или о декоре конкретнее. Это вещи, которые способны в принципе украсить любой интерьер, которые разбавят какую-то обыденность или повседневность, потому что некоторые вещи можно менять, можно как-то по сезону их менять и так далее. И это очень украсит ваш дом и разнообразит вообще интерьер. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной, также подписывайтесь на мой YouTube канал, подписывайтесь на мой Instagram, он здесь появится. И я всегда вам очень рада и огромное спасибо за поддержку. Первая вещь, с которой я хочу начать, и я заранее извиняюсь, что она мятая, потому что я только недавно ее вытащила из стиральной машины. Это скатерть. Скатерть у меня из H&M и это серия Premium. Это, по-моему, стиранный лен и, если честно, мне она безумно нравится. У меня всегда были либо белые скатерти, либо светлые, и, конечно, они очень быстро пачкаются. Они, несмотря на то, что они очень нарядные, я потом вам также покажу их. У меня есть несколько очень классных скатертей в светлых тонах, но конкретно эту я хотела показать вам сегодня. В чем плюсы таких скатертей? Именно не светлых, а темных. Я почему-то всегда раньше паялась темных тонов, темных оттенков, не знала, как с ними работать, но сейчас со временем как-то визуал мой расширился, и я теперь более-менее знаю, как их применять или сочетать. Например, темная скатерть, такая достаточно серая, хотя цвет такой не сильно темный, но серая ткань. Это серая скатерть, и на ней очень красиво смотрится белая посуда. Я для примера просто взяла чашку. Здесь, конечно, очень плохо видно. Я потом вам вставлю фотографии, которые сделала, и вы посмотрите ближе. Обязательно покупайте разные варианты. Если вы, например, купили скатерть, купите сначала светлую или темную, и потом наоборот, потому что у вас таким образом будет выбор, и вы можете комбинировать, менять в зависимости от сервировки, в зависимости от настроения, от сезона и так далее, и так далее. Конкретно эта скатерть из стиренного льна из H&M мне очень понравилась по качеству. Я тоже купила ее по рекомендации, и ничуть не жалею. Ее можно стирать на 60 градусов. Правда, у меня скатерть такая, достаточно большого размера, и на мой стол она велика, поэтому я складываю ее пополам и также стелю. В принципе, это никак не мешает, и при желании вы можете просто ушить ее, то есть отрезать и также прошить края, либо отдать в ателье, если вы этого не умеете, или у вас нет машинки. Короче, скатерть я рекомендую. У меня, конечно, нет смысла ее сейчас вам разворачивать. Здесь я просто вставлю фотографии, какие-то фрагменты сервировки или стола, и вы посмотрите, как это смотрится со стороны. Следующая вещь для дома, которая скорее разбавит и добавит чего-то нового в интерьер, это подносы. У меня есть вот такой золотой поднос из Икеи, он мне очень нравится, и под ним у меня стоят обычно либо свечи, либо какие-то украшения, и если честно, я до конца еще с подносами не разобралась, то есть у меня нет такого прям постоянного чего-то, постоянной сервировки или чего-то такого. И второй поднос, который мне нравится гораздо больше, он из H&M также, это поднос вот с такими ручками. Чем он мне нравится? Во-первых, он такой тоненький и какой-то ненавязчивый, то есть он не крупный, не сильно блестящий. Вот этот прямо вот блестит-блестит, этот более приглушен. И мне вот такой приглушенный, конечно, нравится гораздо больше. Правда, он тоже достаточно большой по своему размеру, поэтому смотрите обязательно на размеры, замеряйте, подойдет он вам или нет. Я на него сейчас вставлю, могу поставить цветы на кухне, или подать какую-то еду, фрукты. Я здесь также вставлю фотографию, которую я сделала с этим подносом, но мне он невероятно нравится, и действительно удобная вещь. Также можно подавать какой-нибудь завтрак в постель, или просто себе ставить что-то на поднос, и лопать что-то в кроватке, там фрукты, овощи, или что-нибудь такое. Поэтому поднос на самом деле я рекомендую. Также на них можно, опять же, ставить свечи, какие-то украшения, то есть какой-то декор, сделать какой-то красивый уголок у себя на туалетном столике, или в вашей спальне, где угодно. Поэтому здесь нет, наверное, каких-то границ фантазии, на что хватит, собственно, так его можно использовать. В чем плюс таких вещей, это несмотря на то, что может быть дороговато, эти вещи, они с вами очень долго будут. То есть эти вещи, они не покупаются каждый день. Вы их купили один раз, и все, пока вы ее там не сломаете совсем, или она вам так не разнонравится, что вы не захотите ее выбросить. В общем, она будет с вами очень долгое время. Поэтому на такие покупки стоит обращать внимание, на те вещи, которые с вами будут очень-очень долго. Следующая покупка для дома, это вазы. Вазы есть у всех всегда, и они всегда нужны. Я сейчас покажу вам две вазы, которые вы уже видели. Блин, для тех, кто не видел, может быть, я вам их покажу. Первая ваза, опять же, из H&M, и у меня здесь искусственные цветы. И вторая ваза также из H&M, и здесь также искусственные цветы. Давайте опустим комментарии про то, что это как на кладбище, искусственные цветы, плохая примета. Давайте приметы оставим где-нибудь в прошлом, и посмотрим вперед, в будущее, и не будем связывать это с какими-то приметами, с какими-то кладбищами. Это просто декор. Это украшение. Все, не более того. Для тех, кого это сильно смущает, я уберу цветы. Для тех, кому это интересно, я оставлю ссылки внизу. Ну, в общем, вазы, в нее можно поставить любые цветы, живые, искусственные, что угодно, как хотите. Мне очень нравится вот эта золотая ваза. Она такая прям ребристая, рифленая, и здесь очень красивый срез. Я нашла ее в H&M, и вообще с тех пор, как я ее купила, собственно, постоянно ей пользуюсь. Она очень классно вписывается в интерьер, и очень украшает комнату, поэтому я прям ее очень люблю. Вторая ваза, я покупала ее через интернет, и она оказалась меньше, чем я думала. То есть я думала, что она будет высокой, длинной, и она оказалась такой коротенькой, хотя у них продаются также и длинные вазы, вот именно такого плана. Здесь, конечно, у меня здоровенный букет стоит, он сюда вообще не подходит, если честно. Ну, так он у меня стоит формально, скажем. Сюда бы подошла бы какая-нибудь длинная ваза, но пока что у меня стоит это все таким образом. Если обобщать, то купите себе, опять же, несколько, две, может быть, одну-две вазы, много не нужно, потому что они занимают достаточно много места, если вы ими не пользуетесь, то обычно их некуда ставить, и начинаются с этим проблемы. Но если вам есть куда их поставить, то приобретите, опять же, одну-две вазы, в которых вы будете уверены, и которые более-менее универсальны, потому что, если это какая-то сложная вещь, опять же, вы не найдете ей применения постоянного, и, возможно, это будет не так классно. Следующая покупка для дома, наверное, очень-очень банальная, но это свечи. Белые классические свечи. Опять же, вы можете их комбинировать, покупать длинные, короткие, разных цветов, подходящих к вашей сервировке, и так далее, и так далее. У меня классические белые, мне они очень нравятся, но у меня нет хороших подсвечников, я поэтому вам их не покажу сейчас, но в идеале приобрести какие-нибудь подсвечники, вот здесь я покажу из Эчиндем, которые мне очень нравятся, я хочу сказать им в ближайшее время, и это очень украшает стол, любой стол, это делает его таким праздничным, каким-то трепетным, нарядным, душевным. И опять же, свечи никогда, в принципе, лишними в доме не бывают, поэтому обязательно имейте хотя бы до пяти штучек, на всякий случай, потому что могут исключить цветы, какие-нибудь такие банальные вещи, которые могут в быту случиться, свечи вас выручат в этом случае. Последняя покупка для дома, ну не последняя покупка, конечно, у меня много чего еще есть, и есть что вам показать и рассказать, но в этом списке конкретно я хочу выделить еще просто красивую посуду. Я посуду начала покупать примерно год назад, с тех пор, как у меня уже более-менее был доделан ремонт, появилась кухня, я смогла наконец-то покупать посуду. И я вообще очень такой уютный, очень домашний человек, я люблю декор, я люблю посуду, я люблю все вот эти вещи, и последнее время я уделяю этому очень большое внимание и значение. Поэтому я когда что-то ищу, я ищу это очень тщательно, нахожу, покупаю, и со мной эти вещи очень долгое время как бы находятся. Поэтому мы уделяем такое большое количество времени. Я не знаю, как вам лучше показать, но это красивая посуда, как я уже сказала. У меня вот такие тарелки есть, и это на самом деле две разные серии, но они очень похожи. здесь идет золотая каемочка, и идет узор, дельеф. Очень плохо видно, я опять же поставлю просто вам фотографии. Также у меня есть чашки с блюдцами. Короче, у меня очень много посуды, и я хочу конкретно выделить вот этот комплект, потому что он мне очень нравится, он делает любой стол нарядным и красивым. Так, конечно, плохо видно на моей камере, она плохо передает всю красоту. Но я опять же, ставлю вам фотографии, вы посмотрите, насколько это классно смотрится. Поэтому, если у вас есть возможность, а скорее всего, конечно, даже сразу не удастся купить, вам нужно будет поискать красивую посуду, обязательно поищите, купите и какой-нибудь комплект, чтобы все это смотрелось едино, красиво, в одном стиле, и радовало вас каждый день. Также столовые приборы, они способны действительно украсить стол, вашу сервировку. Я думаю, здесь не нужно долго объяснять. У меня есть набор с Алиэкспресса, но честно, я боюсь ими кушать. То есть, я ими кушала, но я читала о том, что покрытие сходит, либо большую ложку можно воткнуть в салат и так далее. То есть, как бы на постоянной основе я ими не пользуюсь. Но я купила недавно очень красивый набор, опять же, столовых приборов. Это вилка и нож. То есть, у меня несколько было вилок и несколько ножей. Еще в этой серии есть ложки, есть маленькие чайные ложки. Я постепенно их докуплю. Просто хорошие приборы, они стоят достаточно дорого. И у меня нет возможности сразу все купить. Чем мне нравятся такие приборы? Тем, что у них длинные ножки и они такие тяжеленькие. То есть, вилка еще не такая тяжелая, а вот нож, он идеален. Хотя это одна серия. Это сделано в Италии и они на столе смотрятся восхитительно. Серьезно. Когда вы начинаете уделять внимание таким маленьким вилочам, маленьким вещам, это создает вот весь образ вашего стола, вашего дома, вас самих характеризуют как-то. То есть, уделяйте внимание, на самом деле, таким маленьким незначительным вещам. У меня пошла любовь к саловым приборам с тех пор, как я стала ходить по кофейням, по красивым местам таким, где есть красивые посуды. И я стала обращать внимание на какие-нибудь чайные ложки, на кофейные ложки. И это все способно просто очень-очень сильный эффект произвести на вас и оставить очень хорошее впечатление. Друзья, во всяком случае, это все необязательно покупать. Главное, конечно, это ваши отношения, это ваше настроение и какие-то такие вещи, которые, в принципе, нематериальны. Если есть возможность купить что-то из этого, если есть возможность как-то украсить свой дом или позаботиться об этом, то это круто. Если нет, то, я думаю, найдются другие способы и методы, как сделать дом уютным и классным. Вот. Но я хотела очень с вами этим поделиться, потому что это у меня, опять же, кстати, не спонтанные покупки. Я все это в течение года, наверное, покупала, собирала. То есть, это все не по щелчку пальцев. Очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я очень надеюсь, что вы что-то для себя полезное нашли и открыли. Я постараюсь здесь, да, вставить побольше фотографий вам в течение этого видео. Надеюсь, вы посмотрели. Также заходите ко мне в Инстаграм. Там у меня часто бывают всякие варианты сервировок в сториз, в Инстаграме, в самом, в самой ленте. Еще раз огромное спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки будут внизу. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok